Знакомьтесь, вотголд.ру, это новые контейнеры с кучей золота и танками от 99 рублей. Уникальная сборка чертежей поможет заполучить желанного зверя себе в ангар совершенно бесплатно. Переходи по ссылке в описании и получи 20 рублей на счет. Вотголд, гарантия золота в каждой коробке. Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать отличный бой на Бабахе, FV215B183 на карте Карелии. Но основная суть данного видео будет эта информация, которая сейчас вот есть на данный момент в танках. Все новости, самые свежие и также марафон, когда он будет и на какой танк скорее всего. Итак, ребята, приступим. Для начала я хотел бы отметить, что вы можете выиграть голду в этом видео. И тут самое важное, ребята, чтобы вы поставили колокольчик. То есть это самое важное сейчас на ютубе. Важнее этого просто не придумаешь. Если у вас колокольчик не стоит, то тогда все печально, ребята. Так что колокольчик обязательно для розыгрыша. Также в комментарии укажите ссылку на профиль ВКонтакте и игровой ник. Ну и комментарий должен быть нормальным. Не нужно комментариев типа, о, там интересная информация, все я посмотрел. И все, как бы, ну, по сути видео давайте больше. Ну и давайте приступим, собственно. Первая инфа заключается в том, что разработчики перенесли ВГ-фест. Раньше, как вы наверняка знаете, он был зимой. Сейчас же разработчики решили ВГ-фест сделать вместе с Днем Танкиста. То есть 15 сентября в Минске при этом, даже вместо дислокации разработчики поменяли, произойдет ВГ-фест. Сейчас уже можно, в принципе, по-моему, покупать билеты. Ну, в принципе, стоит ли туда ехать, это ваша, так скажем, уже забота. Я не могу ничего плохого сказать и хорошего тоже особо. Ну, можно прогуляться, если вы, конечно, рядом живете, то есть, может быть, там даже будет весело. Но именно через, там, всю страну ехать, ну, я бы не стал бы, наверное. И что еще стоит отметить, это то, что ВГ-фест, это то событие, где разработчики, как бы, анонсируют очень много информации. Да и День Танкиста, это то же самое. То есть, в эти дни обычно ВГ рассказывает о дальнейших планах игры. Так что, скорее всего, я так понимаю, сразу вся максимальная информация о планах игры будет озвучена 15 сентября. Мы узнаем, что будет дальше. Но, стоит отметить, ребята, что в прошлый раз, да и в позапрошлый раз, после ВГ-феста, ой, не после ВГ-феста, после Дня Танкиста, у нас такое событие, как марафон. Если не верите, посмотрите сами в новостях. Вот, прошлый марафон на Кэрнарван Экшн Икс, он как раз состоялся в сентябре, 18 сентября. То есть, сразу практически после Дня Танкиста. И так было и до этого. То есть, обычный марафон как раз после Дня Танкиста проходит. К тому же, еще такое хайповое событие, одно из самых главных в нашей игре. И, ну, после такого события, чтобы привлечь еще больше внимания к игре, обычные устраивают, ну, такие события. Также, еще стоит отметить, что, ну, вернутся наши всякие друзья, школьники, которые с удовольствием захотят поиграть в Танки. Ну, у них учеба еще будет. И вот они, как бы, тоже с удовольствием марафончик будут проходить. Так что, все эти факторы говорят нам о том, что следующий марафон будет в сентябре. Но вы, наверное, скажете, блин, Миха, ну, а как же марафон летом? Ну, дело в том, что я не исключаю все-таки появление марафона летом. Потому что, ну, разработчики, как бы, уже все сместили. То есть, если в прошлом году было 4 марафона, то в этом году все 5, может быть, марафонов на Танке 8 уровня. Так что, я не исключаю, что будет марафон уже даже совсем скоро летом. Благо, ВГ уже в этом патче 1.5.1. Даже вы можете зайти в сравнение танков, найти такой танк, как Шкода Т-27. Для этого танка готов уже 3D-стиль. Для него готовы все характеристики абсолютно. Танк протестирован. Танк, в общем-то, является таким вот не лучшим фармером. Потому что в игре не особо любят давать крутых фармеров. Прям таких вот, чтобы отпадных фармеров. Потому что, если вам дать всем раздать в марафоне офигенного фармера, то вы другие прям танки потом покупать не будете. Но есть исключения, там на Новый год Су-130 ПМ дали. Ну, потому что на Новый год нужно было максимум хайпа создать. Потому что это время, когда больше всего народу играет в танки. Поэтому, ребята, я не исключаю, что летом будет как раз марафон на Шкоду Т-27. Что представляет из себя этот танк? Ну, я уже говорил, но вдруг вы все-таки подзабыли, что это за машина. Сейчас на ваших экранах можно видеть, как она выглядит. По сути, если вот вы играли на Шкоде 9 уровня, то этот танк практически его копья. Тоже три снаряда в барабане. Тоже картонный. Хорошая там скорость у него. Хорошая стабилизация. Но пробитие просто кошмарное. О чем я и говорю, с таким пробитием, ну, совершенно не в кайф будет фармить. Потому что постоянно будет не хватать пробития. Может быть, в линии фронта, в принципе, этот танк даже и зайдет. То есть, на голде у него там, насколько я помню, 242 пробития. Но это вообще ни о чем. Ну, да ладно. В любом случае, если будет марафон на этот танк, то многие будут рады. Подоспела статистика по ранговым боям. Сейчас вы можете видеть ее на своих экранах. И это самый провальный сезон за все время ранговых боев. И, наверное, рады только, может быть, не знаю, какие-нибудь киберкотлеты, киберстатисты, которые любят задротить целыми днями в танке. И, как бы, им в кайф все это такое вот напряженное соревнование с такими же, как они. Но обычные люди, которые, собственно, там, ну, просто хотят расслабиться в игре. И, в принципе, не прочь поучаствовать в каком-нибудь, ну, соревновании. Не очень сложно для того, чтобы получить какие-то плюшки. Но это должно быть событие, ну, не знаю, на недельку максимум. ВГ же сделали, растянули это на целый месяц. И это будет целых три раза в году. То есть, просто провальная стратегия. Я изначально об этом говорил. В итоге, посещаемость этого режима сравнима, внимание, с ранговыми боями 2017 года, когда была первая бета-версия сезона ранговых боев. То есть, в принципе, никому нафиг не сдались эти ранговые бои. Также еще стоит отметить, что вот эта вот неопределенность ВГ, она тоже очень сильно подкашивает онлайн в этом режиме. Потому что нету, не будет у нас бонового магазина, будет у нас боновый магазин. Никто нифига не знает. ВГ, как всегда, не могут нормально сказать людям. То есть, они могут в любой момент заявить, а мы не будем делать боновый магазин, как они часто любят, просто вдруг внезапно могут свое решение поменять. Ну, понятно, что это жизнь, что там иногда нужно подстраиваться, менять решение. Но ВГ это делает постоянно. И я совершенно не удивлюсь, если вообще бонового магазина не будет. Потому что возьмут это, зажмут, подумают, ну нафиг, слишком дорого. Люди ждут, люди надеялись, они играли в ранговые бои. Они копили эти боны годами. Но сейчас уже просто не смешно. Просто не смешно, ребята. Потому что бонового магазина и сейчас нету. И никакой подробной информации о том, будет ли он или нет, тоже нету официальной информации. И это еще при том, что ГКшникам, которые являются там такой, скажем так, элитой World of Tanks, им достается лучший имб по каким-то смешным ценам, там по 4000 бон. Пока обычные игроки просто чахнут в рандоме и катаются на устаревших танках. Клоновики, которые объединяются, молодцы скиловики, они получают все самые имбовые танки. И ВГ как бы всех загоняет на это ГК. Просто как, не знаю, как какое-то стадо пытаются загнать на ГК. Люди по 35 тысяч бон отдают за танки в надежде, чтобы хоть как-то потратить эти боны, чтобы они просто мертвым грузом не лежали годами. Ну, ладно, ребята. В общем-то, марафон, скорее всего, на мой взгляд, будет где-то после Дня Танкиста. Это железное, я думаю, уже. Ну, и насчет именно марафона летом тоже не исключаю. Ну, скорее всего, если и будет марафон летом, то это как раз Шкода Т27, потому что сейчас она уже полностью готова к марафону. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok